Приветствую! Сегодня, 8 ноября 2023 года, Верховная Рада Украины утвердила два законопроекта. Это законопроект 10.211 и законопроект 10.212. Соответственно, проголосовав за них, она утвердила указы президента о продлении военного положения на всей территории Украины и о продлении всеобщей мобилизации в Украине. К сожалению, вынужден констатировать вот такую плохую новость для нас. И плохая она, понятно, что в первую очередь потому, что это означает, что боевые действия на территории Украины продолжаются. Ни о каком мире в ближайшее время мы не мечтаем. Да, ну вернее, единственное, что мы делаем, это только мечтаем. А понятно, раз военное положение продлевается, то, соответственно, Зеленский и его команда не видят в ближайшее время окончания или каких-то оснований для того, чтобы была закончена война. Если посчитать, то продлевается военное положение и мобилизация с 16 ноября до 14 февраля. И, соответственно, очень бы хотелось нам, чтобы 14 февраля, который в последние годы стал таким для нас праздником всех влюбленных, и хочется, чтобы, наверное, в этот день, может быть, это был последний день военного положения и мобилизации в нашей стране. К сожалению, новость вот такая не очень позитивная, не очень хорошая, а, наверное, совсем не позитивная и нехорошая, но, тем не менее, та новость, которая есть, да, та реальность и та жизнь, в которой мы живем. Тем не менее, хочется, ну, в каком-то смысле хотя бы чуть-чуть вас успокоить и успокоить вот чем. Несмотря на то, что Залужный опубликовал вот эту статью, где он сказал, что нужно расширить категорию мужчин, которых можно призывать в связи с мобилизацией, на сегодняшний день пока никаких законопроектов по этому поводу нет, и пока еще ни один законопроект не предполагает отмену тех отсрочек, которые сейчас у людей есть. Также, если мы с вами помним, был 576 указ, который касался вопросов выезда, да, было сказано, что нужно в течение двух недель рассмотреть вопрос выезда людей, которые непригодны, либо ограниченно пригодны к службе в армии, так вот, на данный момент ничего не изменилось, и, в принципе, выезд из страны идет на тех же правилах, которые были установлены еще более года назад. То есть, вот как с 27 сентября последние существенные изменения были, с тех пор люди выезжают на тех основаниях, которые предусмотрены правилами, и практика не меняется. Поэтому здесь, знаете, вот плюс и хорошая новость, как всегда, заключается в том, что нет каких-то катастрофически новых плохих новостей, да, чего-то нового. По меньшей мере, продление мобилизации военного положения уже достаточно привычное дело, потому что это уже в какой-то там у нас раз его продлевают. Вот. И вот эта хорошая новость такая заключается, наверное, в том, что есть некая стабильность, что отсрочки не отменили, и правила выезда не изменились. То есть, пока в этом вопросе есть стабильность. Ну, и, конечно, чего бы нам хотелось, это того, чтобы боевые действия на территории Украины закончились как можно быстрее, и как можно быстрее мы с вами начали жить в мирной Украине, чего я вам всем искренне и желаю. На этом у меня все. Пока-пока.